Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что начать свой ответ нужно с рекомендации вам почитать про созависимость. Например, есть книга Валентина Москаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Там речь идёт про алкоголиков, но я думаю, что и в вашем случае будет полезно почитать эту книгу, потому что то, что вы описываете, достаточно серьёзно. Второе, что я рекомендовал бы вам почитать, это про треугольник Карпмана и про жертву. Позицию жертвы. Вот. Ну, про позицию жертвы почитать. Я думаю, что вы для себя найдёте в этих двух моментах достаточно много для того, чтобы увидеть, какие именно у вас проблемы и что именно вам нужно решать. То есть, на что именно нужно обращать своё внимание вам к примеру. Вот. Дальше. О чём я хотел бы вам сказать? Существует такой тип отношений, которые принято называть садомазохистическими. Отношения строятся в таком альянсе по следующему критерию, по следующему принципу. Существует пазохист. Это вы. Человек, который себя не любит, который себя обесценивает, который считает в глубине души себя недостойным, никому не нужным, у которого были сложные отношения с родителями, вообще, ну вот, к примеру, в детстве. Вот. Который не получал от родителей должного внимания, тепла, заботы, ласки и любви, и которого часто ругали. Этот человек привык, что когда он делает что-то хорошо, когда он делает что-то, ну, что-то правильное, полезное, полезное, позитивное, приятное, на него не обращают внимания. То есть, человек, по сути, не умеет, не умеет ценить себя, свой труд, свои ресурсы и так далее. Вот. По факту. И, из-за того, что внимание на человека обращались только, когда нужно было поругать, то и человек сам привык взаимодействовать. Спортнёрам верить только тому, когда его ругают, когда его обижают, оскорбляют и так далее. В глубине души человек считает, что он этого достоин и, точнее, не достоин другого поведения. Вы перечитайте то, как вы описали свою жизнь и себя. Почитайте, как вы описали то, что, как вы видите себя, как вы видите свой быт. Почитайте. Почитайте. Как можно такого человека, который так о себе думает, который так безответственно подходит к своей жизни и к себе, уважать? А вы не уважаете себя. Правильно? Вы ведь не уважаете себя, вы ведь считаете, что одна не славится, что вам кто-то нужен. Вы ведь, по сути, вы в своём тексте говорите, что муж должен оставаться с вами только потому, что вам нужна помощь. То есть, по сути, из мужа он должен превратиться в, ну, не знаю, в кого, в помощника, в сиделку, в нянечку. Вот. По сути дела. Такого вы о себе мнение. И вас не будет коробить, что человек с вами находится только потому, что ему жалко вас и он знает, что вы не справитесь. Понимаете? С такой самооценкой мужчина не чувствует себя мужчиной с вами. Поэтому он и говорит о других женщинах. Другие-то женщины себя уважают, другие-то женщины себя любят, другие-то женщины не дают себя в обиду. А вы даёте. Понимаете? То есть, у вас есть базовая установка, что с вами что-то не так. Базовая установка, что вы жертва. Вы за текст два раза написали, что вас убил ответ. Это позиция жертвы. Позиция полной безответственности за свою жизнь. Да? Почему? Потому что вы, во-первых, знаю, что вам некому помочь. Знаю, что вы одна. Вы, во-первых, вступили в гражданский брак. Ээээээээ... Значит... Ммм... Как так сказать? Вы вступили в гражданский брак, ээээээ... С детьми. Вот. Родив детей, я так понял, да? Сейчас, этот момент я, так, так, ладно, я сейчас не буду, наверное, искать, потому что я сейчас не найду. А, вот вы пишите, мы оба были до этого женаты, от прошлого брака у него двое взрослых дочерей. У вас получается, у вас получается, видите, только от этого мужчины, но по какой-то причине в гражданский брак, то есть вы настолько заботитесь о своей безопасности, что предпочитаетесь со вспильчивым мужчиной быть в отношении к ничему не обязывающих и не защищающих вас, я имею ввиду, без брака, и родить детей двоих. Вот, по сути, настолько вы безответственны. И это и есть мезохистичная позиция. Желание вызвать вину, желание вызвать жалость подсознательное. Вину, жалость, агрессию. Сперва, возможно, агрессия, потом вину и жалость. По-другому любовь к себе вы не видите. По-другому любовь к себе вы не воспринимаете. Да, может быть, это произошло у вас, благодаря, в кавычках, маме, которая, ну, видимо, с которой отношения у вас, значит, ну, не складывались, значит, ну, соответственно, с таким образом. Но, это мазохист. А в чём садист? А садист, это, по сути, оральный тип садиста. Садист агрессивный, крикливый, вспыльчивый, не сдержанный, импульсивный. У садиста нет своих чувств. Садисту нет. Садисту хорошо, когда другому плохо. Тогда он чувствует сильное чувство. Это, например, чувство вины, к примеру. Или чувствует, что всё в порядке. Но, когда другому хорошо, садисту плохо, потому что в глубине души он себя обесценивает. Разница между садистом и мазохистом в том, что садисту для того, чтобы чувствовать себя как-то, чтобы вообще что-то чувствовать, нужен другой человек. Но важно, чтобы его ругали. Садисту нравится причинять боль другим. Это единственный способ садиста жить эмоциональной, ну, психологической жизнью, скажем так. Вот. Мазохисту нужно, чтобы ему причиняли боль. Это единственный способ для мазохиста жить. Вот. Понимаете? И вот, по сути, так обстоят у вас дела. Понимаете? Поскольку вы уже не первый брак, да, то есть, ну, это вот, для вас это уже не первый брак, для вас это не первое отношение. Вот. Поскольку для вас это не первое отношение, то я полагаю, что и в прошлых отношениях вы тоже совершали ошибки. Поэтому для того, чтобы разобраться вам, нужно анализировать всю вашу жизнь, начиная от отношения с мамой. Вот. Вы говорите о предательстве, но предательство в данном случае не более, чем средство, способ вызвать жало, в том числе и к себе. Потому что, когда мы говорим, что кто-то предатель, мы, по сути, обвиняем этого человека. Мол, человек, как бы, виноват. Человек, как бы, вот он такой секой, да, он предал нас. Ну, к примеру. Он нас предал. Но простите. Предатель это тот, кто раскаивается. Разве нет? А в нашем случае, ваша мама не раскаивается, у нее есть четкая позиция по поводу, значит, ситуации. Да, это может быть не самая хорошая позиция. Безусловно. Может быть, это не самая правильная позиция. Безусловно. Но это ее позиция. И раз она эту позицию имеет, значит, таков ее выбор. Говорить о том, что она предательница, нельзя. Потому что она не раскаивается. Она всегда, вероятно, была такой. Просто вы, вы от нее, вы от нее чего-то ждали. Вы от нее ждали чего-то важного для себя. Скорее всего, вы чего-то хотели. И хотеть чего-то. Нормально. Но, не нормально возлагать ответственность за то, что вы хотите на других людей. Вот это ненормально. А теперь стоит вопрос. У вас было два брака, и сейчас у вас двое детей. Зачем вы вступали в брак? Вы говорите, что вы любите мужчину. Но если вы говорите, что вы любите мужчину, а мужчина посылает вас на три буквы, впиливает и постоянно там угрожает, чем-то верит и так далее, то получается, что вы любите такое к себе отношение. Совершенно очевидно, что такое к себе отношение любовью не является, значит, вы себя не любите. Если вы себя не любите, значит, вы не можете любить другого, а значит, вы не любите и своих детей тоже, потому что нельзя любить никого, не любя себя. Поэтому начинать нужно именно с выработки любовного бережного забот, отношения к себе и к научению сперва духовной, а потом материальной автономности от других людей. Да, вам некому помогать, но эту ситуацию создали вы сами. Да, вам некому помогать, но вам и не должен никто помогать. Вам и не должен никто помогать. Это право мужчину уйти, если он захочет. Но, вместе с тем, он обязан вас поддерживать. Вместе с тем, он обязан оплачивать там определенные вещи. Ну, к примеру, алименты, там что-то еще. Вот. Понимаете, какая история. Вот. Вы говорите, что у вас голова идет кругом. Это так. Но лишь потому, что вы постоянно зависите от кого-то. Вы зависите от мамы, вы зависите от своего мужчины. Но если вы зависимы. И если мужчина ваш ненадежный, а вы говорите, что он спельчивый, у него тяжелый характер, значит, он таким был всегда. То зачем же вы в таком случае рожали детей? Для чего? Какой жизни вы хотели для детей или хотите для детей? А какой жизни вы хотите для себя? А что вы готовы делать именно для себя? Понимаете? Вот. Отдаете ли вы себе отчет, что к вам человек относится так, как вы относитесь к себе? И к нему вы относитесь так, как вы относитесь к себе? Вы требуете от него жалости, понимания, вы требуете от него помощи. Но это уже не любовные отношения. Это уже не равноправные отношения двух партнеров. Понимаете? Это тоже какая-то другая история. Другие отношения какие-то. Вот вы пишете. У нас двое маленьких детей до двух лет. Кроме него у нас детьми никого нет. Помогать тоже... Так. Помогать тоже некому. Вот вы начинаете так, да? Живу с гражданским мужем четыре года, у нас двое маленьких детей. Почему вы именно в гражданском браке согласились с рожатью детей? Это первое. Второе. Какое значение найти для вас с собой? Каким значением вы наделяли детей? Кроме него у нас детьми никого нет, помогать тоже некому. А должен быть кто-то кроме него у вас детей? А должен помогать кто-то вам. Детей-то обычно заводят, когда появляются необходимые для этого средства, как правило. Ну, то есть, когда появляются ресурсы, у вас получается ресурсов нет, а детей вы завели. Возникает вопрос, зачем вы завели детей? Дальше. Просто если он уйдет на совсем от нас, я не смогу жить. А с чего ему уходить? Далее вы там, соответственно, описываете, да? Но вот здесь с чего ему уходить? Как вы, взрослый человек, допустили такую историю? Просто подумайте. Я не буду дальше ваших читать. В принципе, я все вам рассказал. Понимаете? Вот вы говорите, получается, я во всем виновата. Вы не виноваты, но вы ответственны. Вы ответственны за свое отношение к семье и за свои отношения с мамой. Мама, вы ответственны за свой выбор, который вы сделали, когда мешали быть с этим мужчиной, соглашались на гражданский брак и соглашались рожать детей. Это ваша ответственность. Не хочу терять семью. У вас нет семьи. То, что вы описываете, это не семья. Возможно, у вас никогда не было семьи. Почему вы не хотите терять семью? Я его люблю. Как проявляется любовь? Как она выражается? Смотрите, как поступить? Как поступить, чтобы что? Я боюсь его потерять. Почему? Отдаёте ли вы себя счёт, что бояться потерять человека ненормально? Нельзя так построить равноправных отношений? Или вы считаете, что мой? Все-таки зачем делать ремонт, если надо уходить? Он не уходит. Он не будет уходить, скорее всего. Потому что, понимаете, садисты, садисты, они не глупые люди, вообще-то говоря. И он прекрасно понимает, что далеко не каждая женщина будет его терпеть. Далеко не каждая женщина будет терпеть его... Такие вот выходки, такое его поведение и так далее. Далеко не каждая. Поэтому уходить он, скорее всего, не уйдёт от вас. Он специально ведёт себя так, чтобы вы постоянно были в напряжении, чтобы вами манипулировать. По сути. Он не уйдёт. Это созависимые отношения, от созависимых отношений люди оба нуждаются друг друг к другу. Просто мужчина ведёт себя привычным для себя способом, как бы. Но он, я не думаю, что он уйдёт. Поэтому отсюда и его желание доделать ремонт. То есть, что это значит? Агрессия. Агрессия слилась, да? И всё. Кстати, агрессия очень часто, это замена секса. То есть, я уверен, что в сексуальной жизни у вас всё не очень хорошо. Вот. И это тоже очень важный момент. Скандал, это очень часто именно замена сексу. Вот. Поэтому, тут вот вам тоже информация к размышлению. Вот. Потому что... Вполне возможно, что у мужчины проблемы с сексуальным здоровьем. Вот. Так что вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так, спасибо. og